А самая лучшая цитата – это «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Это фраза из Грибоедова «Друзья», комедия «Горе от ума», как давно написано это произведение. Но всё, что мы имеем сейчас, мы можем соотнести с этой самой комедией «Горе от ума». Это слова Лизы Горничной, если вы помните. «Ах, от господ подали, у них беды себе на всякий час готовь, минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». В Лондоне нашли мёртвой жену осуждённого, экс-сенатора из Башкирии Игоря Изместева. Старая-старая история, которая заканчивается вот сейчас, в наши дни, кто-то заметает за собой следы. Смотреть, кто там виноват, а кто прав. Друзья, во власти все виноваты. Но мы, да, пытаемся как-то распределить роли и думать, вот он виноват, а этот не виноват. Но во власти, ещё раз повторяю, все друзья одинаковые, удержаться там трудно, если ты другой. Да ты просто туда никогда не попадёшь. Именно потому, что ты другой. Итак, Игорь Изместев, бывший член Совета Федерации, был арестован в 2007 году и приговорён к пожизненному заключению. 2007 год. Сегодня у нас 2021 год. И мы читаем новость. Скоропостижно, внезапно умерла моя подруга, очень близкая, любимая Ира Изместева. Такой пост в Инстаграме написала Миранда Мириана Ашвили 15 ноября. Ну, дальше она поясняет, можно ли обращать на это внимание, я не знаю, друзья. Я бы не стала. Ну, давайте посмотрим, что она сказала о смерти. Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала, несколько дней, не ковид, продолжает подруга Ирина Изместевой. Вот что она пишет, Миранда пишет. Скоропостижно, внезапно умерла моя подруга, очень близкая, любимая Ира Изместева. Мало на свете таких светлых, верных, сильных и ещё красивых женщин. Ира всегда была рядом, когда чувствовала, что может помочь, без слов и просьбы, делала точно нужное. Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала, несколько дней, не ковид. Нашли её спящей, на диване, у себя дома в Лондоне, то есть уже неживой нашли. Далее Миранда пишет. Я совершенно опечаленна, моя Ирочка. Все проблемы и неприятности меркнут на фоне этой трагедии. Друзья, скажу банальность. Цените каждый день, берегите, прощайте друг друга и будем благодарны Богу за жизнь. Пожалуйста, помолитесь за новопредставленную Ирину, прекрасную мать своим девочкам-близняшкам, сестру и дочь, героическую жену, верную, великолепную подругу мою. Даже писать толком не могу горе. По словам подруги, жену бывшего сенатора от Башкирии Ирину Изместеву нашли мёртвой на диване в её лондонском доме. Позже сообщения о её смерти подтвердили РИА Новости и адвокат Игоря Изместева Алексей Ярошенко. Да, она скончалась. Это большая трагедия. В Лондоне не так быстро всё происходит, как у нас. И заключение патолога, анатомическое, мы получим примерно через 10 дней. Предположительно, у неё оторвался тромб. Были определённые проблемы со здоровьем, сказал Ярошенко РИА Новости. Приговор Игорю Изместеву был вынесен в декабре 2010 года. Арестован в 2007 году. Мосгор суд признал экс-сенатора виновным в создании и руководстве вооружённой бандой, организации убийств двух и более лиц, организации теракта. Среди обвинений было покушение на жизнь сына, действующего тогда президента Башкирии Муртазы Рахимова. Изместева приговорили к пожизненному заключению. Бывший сенатор ни на следствии, ни на суде, свою вину не признавал. Игорь Изместев отбывает наказание в колонии «Белый лебедь». А теперь вернёмся к тому, что было, друзья. Потому что сейчас, как я сказала, мне так кажется, друзья, это моё личное мнение, Таня Карацуба-Сейдбурхан, что кто-то зачищает следы. А для Игорь Изместева, который получил пожизненное, и, возможно, он сможет освободиться, всё бывает, друзья, даже с пожизненным, когда оно неверно состряпанное дело, то может быть и такое, что его просто освободят. Так вот, кто-то заметает солиды, и для того, чтобы его до конца добить там, в тюрьме, все вдруг умирают его жену. Да, вроде бы всё нормально, тромб оторвался. Ну, как у нас выпадали из окон все те финансисты, которые обслуживали наше политбюро на гребне революционном, когда ГКЧП брали власть, Ельцин пришёл, помните, да, в то время, когда ещё при Горбачёве все начали выпадать из окон, потому что деньги делили, нужно было как-то скрыть свои следы. А как скрывать свои следы? Ну, конечно, только смерть может сокрыть следы. Смерть одного, второго, третьего – это практика, наши друзья, наша российская, советская, современная практика. Я не углубляюсь сейчас в другие страны, я говорю только о том, что практика такова, что зачищая следы, зачищают людей, тех, кто был при тебе, тех, кто был рядом стоял с тобой, когда ты делал большие деньги, большие дела. Речь идёт о Рахимове, который был президентом республики, о его сыне. И если Изместив был верным соратником Рахимова, друзья, какой ему смысл покушаться на жизнь его сына? Кто-то сталкивает лбами их. И за Изместива тогда, видя всю несправедливость, заступилась Людмила Алексеева. И статья тогда, в 2017 году, друзья, была статья о том, что Путин пообещал помиловать экс-сенатора Изместива. Что о нём известно? Сейчас мы с вами посмотрим, чтобы понять, что же происходило. Я почему это пытаюсь рассказать, чтобы... Не потому, что, друзья, что я за него заступаюсь, я его вообще не знаю. Сама статья меня заинтересовала. И ещё заинтересовало то, что Путин обещал помиловать. Он обещал. Но сегодня 2021 год, а Изместив сидит в Белом Лебеде. То есть, получается, Путин не держит своё слово? Так надо понимать. Правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, попросила президента России Владимира Путина помиловать экс-сенатора Игоря Изместива, отбывающего пожизненное заключение. Об этом Алексеева рассказала во время заседания Совета по правам человека при президенте. Правозащитница во время своего юбилея 90-летия встретилась с Путиным. Он приехал домой к Людмиле Алексеевой. А дальше она уже рассказывает. Я президенту сказала, это не подарок, это просто. Сделайте доброе дело. Помилуйте Игоря Изместива. По-христиански. Потому что помилование, это не акт справедливости, это акт милосердия. И она привела слова Путина о том, что он сказал, я обещаю. Я обещаю, сказал Путин. А где тот Путин, который обещал? Как-то странно, да, звучит, друзья? Это же наша страна, наши люди, которые в булочную на такси не ездят, конечно. На что Людмила Алексеева Путину ответила. Я знаю, Владимир Владимирович, когда вы обещаете, вы обязательно выполняете. Он сказал, да. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал правозащитнице такое обещание. Он сообщил об этом русской службе BBC так. Президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время. Время? Сколько? Друзья, был 17-й год, а сегодня это 2021-й. Оно, конечно, для каждого из нас. Время течет по-своему. Людмила Алексеева и Московская Хельсинская группа уже неоднократно высказывались в поддержку Изместива. Алексеева называла приговор суда несправедливым, а Изместива – непричастным к указанным преступлениям. Напомню еще раз, он ни разу не сознался ни в одном преступлении, которое ему вменяли. Дальше Алексеева дает интервью РБК и говорит так. «Я убеждена, что он невиновен. Я много лет занимаюсь этим делом. Я добивалась пересмотра судебного решения, но это дохлое дело. С моей точки зрения он невиновен. Единственный путь – помочь этому человеку, чтобы президент его помиловал». То есть суд уже никак не может пойти на попятного, даже если он захочет. А вот президент может просто помиловать. Но президент этого не сделал. Но он дал слово, сказал «я сделаю, я обещаю». Дальше она говорит «Его судьба, судьба Изместива, меня волнует. Это личная просьба президенту». Ну а теперь давайте посмотрим, кто такой Игорь Изместив и как эти люди, находясь во власти, помогали своим покровителям. А его покровителем был Муртазар Ахимов. Довольно интересный человек, вроде бы справедливый. Но это, знаете, издалека мы смотрим на него, но издалека это ведь не близко. А близко тоже бывает, глаза в глаза человека не увидать. Итак, кто такой Игорь Изместив? В 2001 году бизнесмен Игорь Изместив стал членом Совета Федерации. Что такое стать членом Совета Федерации, друзья? Это нужно заплатить огромные деньги, это прежде всего. И, наверное, еще первее надо быть самым близким из друзей Муртазы Рахимова в данном случае. То есть президента любой республики нужно быть самым близким, чтобы он тебя делегировал, защищать свои права и представлять интересы в Совете Федерации. В 2003 году в качестве поддержки Муртазы Рахимова баллотировался на пост президента Башкортостана. Формально Изместив выступал как независимый кандидат, однако считался соратником, участвовавшего в выборах главы региона Муртазы Рахимова. А главным конкурентом Рахимова стал экс-глава Межпромбанка Сергей Веремейенко, которого, как писали СМИ, поддерживал федеральный центр. То есть, выставляя свою кандидатуру на выборы президента Башкортостана, Изместив перебил возможность стать президентом Веремейенко. А он ставленник федерального центра. Получается, он наступил на хвост федеральному центру. Он не дал возможности, потому что оттянул на себя голоса. И эти голоса потом отдал Муртазе Рахимову, и он подавал заявление, по которому, именно по его заявлению, Сергею Веремейенко несколько раз отказывали в регистрации в качестве кандидата в президенты. То есть, он убирал, помогал Рахимову, конечно, он убирал Веремейенко из Башкортостана. Это не мог делать сам Муртаза Рахимов, потому что не хотел навлекать на себя гнев первого лица. Поэтому это легче было сделать руками Изместива. Но, конечно, Изместив ему помог. А дальше он уже пострадал сам, и никто не смог оказать ему защиты. Так ли никто не смог или уже не захотел? Изместив незадолго до выборов снял свою кандидатуру, а Муртазе Рахимову тогда удалось сохранить пост президента региона. В 2006 году Изместив был отозван из Совета Федерации. Его обвинили в совмещении работы сенатора с предпринимательской деятельностью. А разве не так живут все остальные? Но когда нужно это вменить, то вменяют и снимают, убирают, отзывают. Насколько я помню, тогда сын Муртазы Рахимова, Урал, больше уже управлял республикой. Вероятно, ему уже не нужен был такой верный, как Изместив. Но верный-то он был отцу Муртазе, а у Урала там были уже свои близкие люди. Поэтому его отозвали. А уже спустя год, в 2006 его отозвали, с него сняли полномочия неприкосновенности, а в 2007 его арестовали. А дальше уже пошли статьи, которые ему вменялись, пошли обвинения в его адрес. Вот, допустим, одно из обвинений по версии следствия. С конца 1992 года Изместив заказал Кингисепской группировке несколько убийств, в том числе убийству московского нотариуса Галины Перепелкиной и сотрудника фирмы «Ронекс» у Олега Булатова. Среди прочего, Изместива обвинили в покушении на убийство на сына президента Башкирии, экс-главы Башнефти Урала Рахимова. Речь шла об обнаруженном в сентябре 2003 года возле резиденции Рахимова автомобиле со взрывчаткой. При этом, как писал коммерсант, Рахимов не был признан потерпевшим по делу. Тогда кому поставили автомобиль? А что стоит поставить автомобиль со взрывчаткой? И кто же так убивает человека? Автомобиль со взрывчаткой поставить около дома. А дом-то ого-го, это дворец. А у дворца ого-го, какая площадь вокруг? А где-то у забора поставили автомобиль со взрывчаткой. Ну так похоже, конечно, на липовую хлопушку. Скажем, обычно так делают силовики, когда нужно столкнуть лбами одного с другим. Чуть позже, в ноябре 2003 года, был взорван автомобиль с охранниками Рахимова. То есть, первый раз прошло, никто не пострадал. Во второй раз, раз никто не пострадал, это вменили. Человек смог договориться, его не посадили, не арестовали. Ну, таким образом, друзья, сделали еще одно. Но уже в этом случае погибли два человека, это охрана Рахимова. Вину за это также возложили на Изместева. Однако, этот эпизод обвинения квалифицировал уже как терроризм. Коммерсант писал, что по одной из версий, предъявление обвинения в покушении на экс-главу Башнефти было попыткой следствия столкнуть лбами Изместева и Рахимова, добиться от них показаний друг на друга. Но это обычное явление, как раз в следственной практике. Оно некрасивое, оно грязное, такие действия, однако это существует и довольно-таки четко работает. Газета New York Times писала тогда, что суд присяжных, изначально рассматривавший дело Изместева, склонялся к мнению о его невиновности. То есть суд присяжных никак не хотел признавать его виновным, потому что не склеить было, не склеивающиеся части, обрывки каких-то обвинений. А в результате, по словам одного из присяжных, к концу процесса он был убежден, что обвинения носят политический характер. И по меньшей мере, половина коллеги считала так же. Ну и в результате, в мае 2010 года, когда процесс почти завершился, Мосгорсуд распустил коллегию присяжных, якобы из-за неявки заседателей наслушания. То есть в 2010 году три года следствие велось, и не нашли преступлений в обвинениях Изместеву. То есть суд готовился оправдать по мнению присяжных. Именно поэтому в 2010 году Мосгорсуд распустил коллегию присяжных из-за неявки кого-то. Вот так бывает, да? Все запросто, когда дело касается государственных интересов. А государственные интересы, как мы с вами уже выясняли, это личные интересы, как правило, очень высоко стоящего человека. То здесь, друзья, уже никто, ничто не докажет, когда идет личная заинтересованность одной из высоких персон. А после этого, после того, как разогнали суд присяжных, то суд постановил, что процесс будет вестись тройкой. Вы помните? Тройки революционные, когда так, знаете, запросто и расстрел, и расстрел. Ну что же, и здесь тоже тройка профессиональных судей за три недели до решила взять в руки судьбу Изместева. За три недели до этого Конституционный суд решил, что уголовные дела о терроризме. Ведь вы понимаете, даже законы поменяли для того, чтобы слепить наконец это дело. Законы поменяли. Поэтому и все иностранные газеты, и Нью-Йорк Таймс тоже заинтересовались этими вопросами. Как это так, да? А вот так бывает. За три недели до этого Конституционный суд решил, что уголовные дела о терроризме не могут рассматриваться присяжными. В итоге, в конце 2010 года Изместев был признан виновным и приговорен к божизненному заключению по обвинению в терроризме и организации убийств. Вину он не признал. В 2014 году Изместев заключил сделку со следствием и дал показания против Урала Рахимова. Писали известия. Как это было на самом деле, мы не знаем. Написано в газете, а он же пожизненный. Кто об этом скажет? Говорил он это или не говорил? Мы не знаем. Однако же об этом написано. По словам источников издания, Изместев рассказал следователям о причастности Рахимова к экономическим преступлениям и нескольким убийствам. Рахимов, проживающий в Австрии, обвиняется в присвоении акций Башнефти и их последующей легализации через продажу АФК-системы. То есть и Уралу Рахимову тоже пришлось сделать ноги из России. Иначе бы его там убили. Вы понимаете, очищали пространство. Башкортостана для кого-то очищали. Поэтому основных тех, кто был видными лицами в Башкортостане, убирали. Кто в этом заинтересован, друзья, я не могу сказать. Я думаю, наверное, люди из окружения Рахимова или Изместева знают больше. В 2011 и 2012 годах Федеральная прокуратура Швейцарии вела расследование, заподозрив Изместева в отмывании доходов, полученных преступным путем. В рамках расследования были арестованы денежные средства, находившиеся на счетах экс-сенаторов. В апреле 2015 года генеральный прокурор Юрий Чайко сообщал в своем докладе, что средства Изместева возвращены в Россию. Кому они достались? Средства, которые возвратили. Не пенсионерам. Никуда они не пошли ни на детские учреждения. Они кому-то вернулись в карман. Несмотря на то, что уголовное преследование Изместева в Швейцарии было прекращено, Федеральная прокуратура Швейцарской конфедерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры РФ и вынесла решение о возврате активов российской стороны, заявили в Генпрокуратуре. Видите ли, вы понимаете, что арест Изместева, его посадка пожизненная, а теперь еще и убийство его жены, которая также может претендовать на какие-то средства. Естественно, она же жена. Вероятно, и у нее нужно отобрать последние те средства, которые остались от Изместева, от ее мужа. Надо забрать все. Не стесняются люди забирать все полностью под корень. Там еще дети есть. Выживут ли эти девочки? И что с ними будет, мы не знаем, каким образом над ними поиздеваются. Единственное, что понятно, что заинтересовано очень высокопоставленное лицо. Иначе не стали бы менять законы, судейские законы нашего суда российского накануне вынесения приговора Изместеву, только для того, чтобы вынести тот приговор, который нужно. Изменили все, друзья. Значит, заинтересовано очень высокопоставленное лицо. Кто этот мистер Икс? Мы не знаем. Стоит ли оправдывать Изместева, друзья? Но люди на своей волне пришли во власть. Люди пришли во власть на волне денег, огромных денег. Каким образом? Поэтому лучше подальше, друзья, от всего этого. Да, к сожалению, приходится сегодня многим, тем, кто заработал когда-то деньги, бежать из России со своими средствами. Таким образом сбежал Березовский. Таким образом сбежал Гусинский. Это те еще фамилии старые. Таким образом сбежал, говорят. И Петр Авен, руководитель Альфа-банка, который был основан в 1990 году. А Петр Авен играл там ведущую скрипку. Вы понимаете, всем, у кого деньги, и у кого деньги от старой системы, которая приходила к власти и делала революцию в России, им всем приходится сегодня убегать, поджав хвост и пытаясь сохранить какие-то деньги, минуя нас, пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Это тот самый дым Отечества, который нам сладок и приятен. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.